Владимир Николаевич, всем читателям интересно, что будет в вашей книге новое написано. Особенно интересует отношения мужчин и женщин и, конечно же, извечный вопрос о любви. Ну, конечно, да, извечный вопрос. И я попробую рассказать маленькую главу из книги, своими словами рассказать. Вот, ну, рассказана она словами дедушки, вот представь себе ситуацию. Древняя Русь. Может быть, она по-другому называлась, просто будем говорить Древняя Русь. Князь Святослав, молодой человек, которому не исполнилось, еще не исполнилось, 14 лет. Воспитывался с детства, фактически там, не знаю, с трех, по-моему, лет, военачальниками того времени. Ну, его отец, его отца убили, а и мать, княгиня Ольга, отдала его на воспитание военачальниками. Он, по-моему, в пять лет уже сидел в седле на лошади, даже участвовал в сражении. Ну, как символ участвовал в сражении, так как другого князя не было. Ну, и он все время добытывался, где живет его армия. Потому что у него там армия была, ну, дружина была небольшая, не помню точно сколько, ну, 30 человек. И вот в один прекрасный момент военачальники сказали, что давай, хорошо, поедем, будешь смотреть свою армию. А Русь того времени, она состояла из, в основном из родовых поселений, из поселений, состоящих из родовых поместьй, как сейчас, ну, вот, немножко, они по-другому были, немножко по-другому были организованы. А такие города, как Владимир, Суздаль, другие города, они выполняли роль мест, куда съезжались вот эти вот из родовых поместья люди, обменивались товарами, покупали что-то отремесленников, которые живут в этих небольших городах. Ну, и вот они поехали в поселение, приезжают, военачальники говорят, нельзя туда просто так входить в поселение, да еще с дружиной. Нужно, чтобы это было по приглашению, с ними согласовано. И они начинают там, на краю поселения, организовывать свой, ставить шатры, организовывать свой лагерь, где они могут там переночевать и так далее. И вдруг видит, скачет им, а им это место позволили старейшины этого поселения, они им показали, это вот тачок здесь, место, на котором вы можете развить лагерь. И вдруг видит, скачет юноша, совсем молодой, без седла, на лошади, а это, он подскакивает к ним и говорит, ну, поклонился всем приехавшим, говорит старейшине. Ну, неудачно вы здесь лагерь разбиваете, и вот здесь у нас запланировано торжество. Ну, молодежь тогда собиралась, как сейчас на дискотеке, но они собирались где-нибудь на какой-то там полянке, на берегу речки. Ну, а уже начали разбивать лагерь, и старейшина говорит, ну, может быть, вы перенесете, а он говорит, нам некуда перенести, и так далее, и так далее. И тут князь Святославов, это юноша, выходит, а там тоже, вот это, на который подъехал, юноша, его тоже было где-то, он его возрастно был, примерно там 14-15 лет. И он говорит, может быть, ему самому понравилось, это же тачок, это же дискотека, чего ее отменять? Он говорит, нет, надо перенести. Этот юноша говорит ему, спасибо. И вот как-то с этого момента они стали друзьями. Ну, и потому что сверстники. И этот юноша, ну, слышит, что они хотели посмотреть поселение. Он говорит, ну, а что ты тут будешь делать? Давай, поехали, я тебе сейчас покажу. И они садятся на лошадей, и едут в поселение по дороге, скачут галопом. А князь Святослав, у него была очень породистая лошадь, такое седло, такая утварь. И вот он скачет. А тот скачет чуть поодаль, ну, как это, на круг лошади, что ли. Потом это выяснилось, что это принято. И вот он раз и пришпоривает коня, чтобы тот отстал, юноша, из поселения. Еще пришпоривает. Видит, что не отстает. И он тогда сильно пришпорил коня. Ну, я не знаю, то ли арабский у него был, там, этот, какой-то, ну, крутая лошадь. И он не отстает от него. И не перегоняет, и не отстает. А сидит небрежно на крупе лошади. И уже тот, что мог выжить, и в конечном итоге боится загнать свою лошадь, ну, потому что, когда лошадь сильно пришпоривает, она идет на форсированном режиме, она как там может запалиться. И он начинает ее приостанавливать, и приостанавливать, и сходит с лошади, говорит, якобы, местность хотел посмотреть. А на самом деле, он не хотел, чтобы его лошадь была запалена, и чтобы он видел, что, и чтобы этот юноша понял, что он не может от него оторваться. Ну, остановились, юноша тоже раскакивает с лошади, и начинает с ним разговаривать, ну, продолжает разговор. Оно все время ехало, с ним разговаривал, что-то рассказывал там, и князь Святослав вдруг видит, что его лошадь очень тяжело дышит. Ну, лошадь, когда загнана, она тяжело дышит. Отдаем, да, вот так. И вот, а у этого лошадь, она сделала три вдоха, и все. И стала нормально дышать, и стала щипать траву. И он не вытерпывал, и говорит, а что у тебя за лошадь? Это обыкновенное наше поселение. И он говорит, а почему она вот так за три вдоха стала нормально дышать, и еще вот щипать траву, а он говорит, так я видел, ты же свою лошадь пришпоривал, а значит, ты заставлял ее вот, ну, быстрее бежать, а она к этому была еще не готова. А твоя как бежала? А моя лошадь это не могла допустить, чтобы отставать от тебя. И в нужный момент она вот бежала так, как нужно, но она все равно не допустила, чтобы отстать. Но это такое вот отступление, не про любовь, и в то же время про любовь, потому что вот как они любили животных, какое взаимоотношение было с животными, что животное как бы старалось делать то, чтобы ее хозяину было приятно. Ну, а дальше произошел такой случай, князь Святослав вдруг увидел девушку, ну, вдали, выходящую из воды, из речки, купалась в ней. И он сделал туда несколько шагов к этому месту, где она купалась, а этот юноша остался, он не пошел туда, мало того, отвернулся. Он еще ближе сделал несколько шагов и увидел обнаженную девушку. И он увидел ее обнаженную и не смог оторвать взгляда. Он продолжал на нее смотреть. А там, вместо того, чтобы закричать, там, стать закрываться, она, наоборот, гордо подняла голову и пошла на него. и она прошла мимо него, так, слегка-слегка фыркнув и ушла. А он как стоял, вот так, и некоторое время стоял завороженным. Он в нее влюбился. И влюбился в силу, как потом он сам говорил вот этому юношу, потерял голову и все время спрашивал у него, как же сделать, добиться ее расположения. А она к нему не очень небрежно относилась, но у них нельзя это было неприлично смотреть на обнаженную женщину, она все вышла и неприлично было кричать. Она ничего не боится и ей нечего скрывать. Ну и вот он все пытался добиться ее любви. Они уже там прожили, по-моему, три недели в этом поселении. Он всячески пытался и у него ничего не получалось. И он жаловался вот этому своему другу, юноши, говорит, что же это такое? Вот я со всей душой отношусь к этому девушке, и она продолжает ко мне относиться пренебрежительно. За что это? Он говорит, ну, ты не отвернулся. Он говорит, хорошо, но я уже осознал, я могу извиниться перед ней. Ну, говорит, тут надо что-то делать, и тут я, говорит, не могу тебе подсказать. Ну, знаешь, пойдем к волху. Тут у нас на краю живет волх, которому никто не знает сколько лет, и откуда он пришел и появился, очень древний какой-то там стариц, и они пошли к нему. И пошли вдвоем с вопросом, как конкретно завоевать любовь женщины. Ну, к волку приходили, он и лечить мог, он и философ был, и там много совета мог давать. Здесь он говорит, вы ставите самую серьезную задачу, которую может поставить человек, и если бы на нее кто-то мог ответить, я, говорит, пока не могу ответить, идите попозже. Они приходят позже, он говорит. Ну, вот смотрите, все животные, они бьют гнездо, они делают что-то для будущего своего потомства. нужно ей показать, что вот ты для будущего своего потомства что-то делаешь, ну, допустим, поместье, и сделать его прекрасным, и потом привести ее туда и признаться ей, что ты вот все это прекрасное сделал для нее. Это должно как-то ее вот сподвигнуть к более хорошим отношениям к тебе, может быть, к любви. Ну, а что ему оставалось сделать? Он пошел, берет всю свою дружину и говорит, мы будем строить поместье. И они приходят на то место, этот парень помог ему выбрать это место, и они приходят, чтобы строить это дом. Ну, первое, он решил построить дом. княжеский терем, высокие ступени, колонны, резьба, а дружина работает от зали до темна, с большим воодушевлением, потому что истосковались они по такой работе, каждый что хочет. И вот они работают. Построили дом, а потом друг говорит, ну, тут надо что-то садить, ну, посадить сад. И начинает помогать ему, как сделать лучше планировку. Ну, они все раньше знали, даже молодые люди. Говорит, слушай, мы тут, наверное, немножко неправильно делаем, потому что это должны делать родственники. Ну, так как у тебя здесь родственников нет, я еще приведу несколько парней, давай мы тебе поможем вот это вот сделать. Ну, а ты можешь сказать, что и родственники. Но это делали. Ну, и быстро наспех сделал какую-то планировку. И получился прекрасный дом, прекрасный сад, и наступает время. Они там по очереди скот пастли, нельзя было нанимать у них наемных пастухов, потому что свою скотину уже своему пасти. И они по очереди там один, два двора, потом два двора. И вот наступил такой период, двор, где живет эта девушка, должен был пасти общий скот поселения. И вот он прибегает к этому князю, он уже там несколько дней живет в этом тереме, прибегает и говорит, слушай, вот сейчас она будет пасти, ее отправят родители. И мой двор по соседству с ней, а я скажу почему-то не могу а твой следующий ты давай и с ней ты целый день проведешь, будешь пасти, ты уж там веди себя хорошо, показывай как нужно, извиняйся, не извиняйся. И вот они вместе с этой девушкой идут пасти вот этих там коров, еще там какая-то живность, но он ведет себя хорошо, он старается хорошо работать, он там бегает, это свое коня взял, там перегоняет, она ему скажет, что делать, он делает. И вот они возвращаются, скот разглядается и он ей говорит, я вот построил дом, поместье, ты зайди, посмотри пожалуйста, там все ли достаточно правильно сделано, понравится, тебе не понравится. И она согласилась, и они входят в это поместье, она смотрит на дом, она смотрит на сад, который там сделан. И он решил вот ей наконец-то признаться. Сейчас она скажет, как здорово, как хорошо, и я скажу, что это все для тебя. И вот он говорит, ну вот как тебе понравилось, здесь, отвечает, нет, мне здесь не понравилось, очень нехорошее место, которое сделано не для будущего, которое сделано вообще не знаю для чего. и повернулась уходить. И подходит к калитке и взяла, он говорит, я тебя прошу, ты скажи, что тебе не понравилось здесь. И он, она говорит ему, ну вот, для кого ты этот дом построил, для будущей семьи, она говорит, ты обманываешь. Если бы ты строил для будущей семьи, для будущего своего ребенка, то у тебя бы не были такими высокими ступеньки. Как этот малыш будет сползать по этим ступенькам? Он не сможет это сделать. Он говорит, я всегда ему помогу, а тебя не всегда дома, ты не всегда будешь дома, и он должен быть свободен, и не чувствовать, что он не может преодолеть какое-то препятствие. И ушла. Он опять к другу, ну что ты не подсказал, что Волф не сказал, там это и так далее. Я то старался и пошли они вместе к Волфу и говорят, ну вот все сделали, как ты говорил. Она пришла, ей ничего не понравилось. А он говорит, а что она сказала, когда ей ничего не понравилось? Друг говорит, ну так ступеньки получились высоковаты, ребенок сползти не может. Она посмотрела и сказала, что это вот за ерунда. Он говорит, попалась девица. Почему попалась? А потому что она мысль запустила, что ребенок должен ползти по ступенькам. А чей ребенок? Ну еще что-то увидела. И в конечном итоге она как бы запустила туда свою мысль. она в конечном итоге забегая вперед, чтобы не рассказывать все, она в конечном итоге вот эта вот женщина, девушка, она спасла несколько раз князя этого. Она спасла его душу. Но я не буду все рассказывать, потому что это уже расскажу и танцовку, то, что с этим происходило. Но мне понравился вот этот небольшой рассказ еще и тем, что конечно нам всем мужчинам, наверное, если мы любим женщину, прежде всего нужно построить для нее гнездо, которое бы ей понравилось, которое бы понравилось будущему поколению. Но я бы хотел сказать и женщинам, что князь может привести свою дружину и построить это прекрасное гнездо ради любимой, посадить сад. Но любимая должна быть достойна. Женщина древности отвечала и за здоровье мужчины, она отвечала за его внешний вид и она знала, это был и друг, и врач, и любимая. И дай бог, если бы все это вернулось. дай богу сейчас. Спасибо, Владимир Николаевич. А тут вспоминаются слова из предыдущей книги, я не помню уже номеров, в которой сказано, что настанет день и все отцы поймут, что именно они за мир в ответе, в котором дети их живут. И прежде, чем дитя любимое в мир привезти, его необходимо счастливым сделать. Да, но вот что касается князя Святослава, я просто говорю, вот именно мир счастливым сделать, что касается князя Святослава, он действительно стремился сделать для своего, ну можно для своего государства принести какую-то пользу, счастье, и он ведь когда погибал, он погибал со своим другом, спасая войско. Он мало что делал для себя, ну из исторических, из книг исторических, там Крамзина, Гумилева, другие источники, он ведь даже спал вместе с воинами, подложив под под них назывался, ну с лошади снимают, подложил там на землю и спал на земле, и картина мне нравится, где князь Святослав на лодке подплывает, стоит император Константинополя, это второй рим, патриарх, стоят воины, а он один подплывает. Войны, а он один подплывает. поединок, поединок, подплывает,